В законодательное собрание Пермского края внесен новый перечень автодорожного строительства. Так, например, в дорожный список предлагается дополнительно включить работы по реконструкции дороги на улице Соликамской в Перми. Срок сдачи работ – 2027 год. Почему этот ремонт оказался в приоритете у властей, тему обсудим с Сергеем Шамариным, бывшим главным архитектором Перми и членом Союза архитекторов России. Сергей Александрович, приветствую вас, спасибо за уделенное нам время. Ну и первый вопрос, почему возникла такая необходимость в реконструкции и правда ли, что проблема существует уже порядка 40 лет? Ну, может быть, даже больше. Я помню, как только возник пляж на Камгэсе, мы туда гоняли на велосипеде именно по Соликамскому тракту, как он назывался, и в основном он был даже мощеный, по-моему, даже асфальт не был. И действительно, я думаю, не 40 лет по-другому стоит, а 50, наверное, не меньше. Я так считаю. Почему необходимость возникла именно вот на Соликамской? Нет альтернатив этой дороге, чтобы обеспечить бесперебойное сообщение между двумя районами Мотовилихой и... Альтернативой должны быть две улицы равного значения. Пока существует только одна, и надо приводить в порядок. Мы же устали уже, наверное, там ездить. Сами бывали. То стоишь за автобусом, то стоишь на железнодорожном переезде. Все это не очень здорово. И тем более переезд такой примитивной, старой жизни, очень опасный. Конечно, настало время ее расширить, эту улицу. Вот по вашему мнению, как архитектора, какие работы там нужно проводить? Мы все уже знаем, что ее хотят расширить до четырех полос. Вот. Про работы именно на объекте. Лично меня интересует не ширина полос, а дни количество, а инфраструктура. Ведь расширенная улица затронет существующее жилье и существующие склоны вышек, остановки и остановочные комплексы. Дождевая канализация, расселение ветхих домов. Они явно там стоят буквально на дороге, и их явно придется сносить. То есть, качество улицы будет не только потому, что она расширится. Я думаю, что решиться еще параллельно должно быть несколько проблем, что существенно изменит впечатление о Сарикамском тракте, так называемом. Ну, вот, мне кажется, смотрите, он почти весь идет вдоль вышек. От Вильхинских, потом от Женикидовского района. Мне кажется, расширение улицы приведет к необходимости и менять подходы к этим жилым районам, которые находятся на горе, а автобусы идут внизу. А как подниматься на эту гору? Вот я позволю себе смелое предположение. Смотрите, у нас город находится почти как Рим на семи холмах. И у нас ни разу не возникало ни у одного, как бы, ни у одного, ни у одной ветки власти, желание, например, оборудовать доставку людей на фуникулере. Попробуйте на первую вышку завлечьте, или на вторую, или на ВИСИМ. Фуникулер было бы очень здорово, изменило бы, в принципе, отношение к этим районам. А вот конкретно про Сарикамскую, я понимаю, что вы над этим проектом не работаете, но все-таки мы можем предположить, какие примерно суммы будут заложены на реконструкцию Сарикамской? Я думаю, что я здесь некомпетентен и могу наврать, поэтому меня больше не сумму смущает, а продолжительность. Я понимаю, что Сарикамский тракт – это длинная улица, но все-таки там 7 лет закладывается. Представляете, какой-нибудь там мальчик или девочка 10-12 лет превратятся в юношу или девушку, а дорога будет продолжать ремонтироваться, строиться, неудобства по ней движения будет многолетнее. Мне вот кажется, вот эта часть очень такая трудная, долгостроенная, заложенная. Мне кажется, гораздо эффективнее будет сделать ее быстро, ну за 2-3 года. Ну вот опять же, смотрите, сроки большие, там 6 лет предусмотрено на реконструкцию и соответственные суммы, да? Мы можем предположить, какие это суммы, если там еще объекты под снос будут подлежать. Как вы считаете, возможно ли включить вот этот участок, например, в нацпроект «Безопасные качественные дороги»? Ну, здесь вопрос, наверное, политический, и власти, наверное, над этим думают. Я думаю, есть специалисты, которые в состоянии оценить эту возможность. Если она есть, то, конечно, так и надо сделать. А вот насчет тех объектов, где функционирует бизнес, какие там проблемы могут возникнуть? Это тоже ведь давняя история. Насколько я помню, объекты бизнеса распорожены на ранее существовавших и теперь существующих промышленных территориях, которые, ну, значительно удалены от, собственно, границы улиц или дороги. И поэтому, мне кажется, там таких вопросов не должно возникнуть. То есть, ни судебных разбирательств, тяжб, ни изъятия... Ни просто стоящего предприятия на дороге, существующих, я не помню. Возможно, где-то ближе к Камгэсу там появились какие-то торговые элементы, но вся протяженность фактически идет вдоль промышленных территорий, которые находятся за жилыми зданиями. Спасибо вам большое, Сергей Александрович. У нас на связи был Сергей Шамарин, бывший главный архитектор Перми, член Союза архитекторов России. Говорили мы о реконструкции улицы Соликамской. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова